Девушки отдыхают А их здесь, поверьте, предостаточно Вот, например, сейчас на Милонке все пары двигаются в строго определенном направлении А приглашают друг друга на танец партнеры взглядом Я танцевать пока что не умею, но очень хочется попробовать Итак, вы смотрите программу «Степень культуры» и давайте потанцуем Да простят меня не случайные гости этого вечера Так я пережила первое в своей жизни Кобесео Именно так тангерос называют приглашение на танец взглядом Но его нельзя сравнивать с привычным для нашей культуры приглашением Ведь Кобесео – это целый ритуал Встречаясь глазами, партнеры устанавливают контакт Кобесео – это разговор без слов И если этот разговор завязывается, то общение продолжается в танце Вот почему настоящая танго – это всегда импровизация Ведь нельзя разговаривать заученными фразами Нельзя ничего не сказать о названии фестиваля «Танго-фибры» Что в переводе с испанского означает «танго-лихорадка» Более двухсот людей из разных городов России Несколько дней кружат по паркету, не зная усталости Что это, если не танго-лихорадка? Лучше определения не придумаешь В прошлом году я была в Сербии, в Белграде Это был потрясающий фестиваль Меня очень зарядило этой идеей Я сидела, по-моему, в кафе и подумала Господи, как было бы классно вообще сделать такой же фестиваль у нас в Твери Приехала, рассказала свою идею Что можно выходить на более высокий уровень Да, это будет немного сложно Но все вместе мы справимся И потихонечку мы стали организовывать уже фестиваль Такого большого всероссийского масштаба Вообще суть социальных танцев в том, что мы учим универсальному видению И универсальному следованию То есть любой человек, который научился вести Может взять его последователей и станцевать с ним Видение универсальное, как в Твери, в Москве, в Санкт-Петербурге Так и в Буэнос-Айресе Оно совершенно одинаковое Поэтому люди, научившись именно такому танцу Могут разговаривать, друг с другом танцевать в любой точке мира Поэтому по всей стране и в том числе по всему миру Проходят такие фестивали Они созданы для того, чтобы танцоры Прежде всего это танцоры приезжали И могли потанцевать с любым человеком Не имея при этом каких-либо барьеров О том, что такое социальный танец И так ли легко сломать барьеры О которых говорила организатор фестиваля Анжелика Сафарьян Которая и сама уже не первый год живет танцуя Мы поговорим позже А пока что немного истории Попав в сообщество Тангерас Вы вряд ли встретите людей в джинсах и толстовках На мелонгах Так Тангерас называют свои вечеринки Царит праздничная атмосфера И одеваются здесь соответственно Дамы в красивых платьях Истинные джентльмены в идеально отглаженных рубашках Здесь нет снобов и чопорных особ Но во всем этом действии присутствует оттенок шика и лоска Кажется, что танго всегда танцевали при свечах и под звуки оркестра Но прошло немало времени, прежде чем этот танец отмыл свою репутацию Да, сначала танго было танцем мужчин Похожим на дуэль из-за прекрасной дамы Ведь в те времена на семь мужчин приходилась всего одна девушка Изродился он не в обществе аристократов А в порту, среди бедняков В 19 веке в бедные кварталы Буэнос-Айреса В поисках счастья съезжались иммигранты Поэтому танец, который мы привыкли назвать аргентинским Это на самом деле сплав культурных традиций стран всего мира Само слово танго – африканское Оно означает вечеринку Африканские ритмы тангана Аргентинская мелонга Гаванская хабанера Испанская фламенко Ритуальные танцы индейцев Польская мазурка Немецкий вальс Слились воедино в танцы страсти Одиночество и тоски по покинутой родине И несчастной любви Сложно поверить, что раньше в этом танце Соперничали мужчины Ведь сегодня танго – это образец Классического распределения ролей Я иду туда, куда ведет меня мой партнер И в прямом смысле слова Шагу без него не могу ступить И ведь именно поэтому так важно В этом танце научиться Чувствовать друг друга Кстати, что представляется вам Когда вы слышите словосочетание Аргентинская танго Танец страсти, танец любви Скажет большая половина человечества Но на этой мелонге Ни одного жгучего красавца с розой В зубах Замечено не было Все потому, что постановочная танго с розой Это одно А аргентинская танго – совсем другое И здесь очень важно научиться Отличать шоу от чувственного диалога партнеров Которые, кружаясь в танце Словно проживают жизнь в миниатюре Поэтому давайте сразу договоримся Что сегодня мы забудем Об этих навязанных кинематографам клише Лучше спросим у самих тангерос Что они вкладывают в понятие Аргентинская танго И как изменилась их жизнь После слияния с этой культурой Танго – оно очень настоящее Мне очень нравится импровизация Очень нравится эта маленькая жизнь Дельная в нескольких мелодий И в том, что в этом нет постановки И нет аквальных И это танец внутри Для меня танго – это… Честно, когда я пришел Я не знал, что такое танго Я думал, что танго – это как в кино Это ноги, руки, бассион А потом я просто вошел Вошел в темп, в кураж И мне сейчас, на данный момент Нравится то, что танго – это импровизация И это диалог Это диалог с человеком, который внутри Что самое главное в этом танце? Внутренний мир человека С которым танцуешь И что внутри рождается, когда танцешь Есть один такой определенный стереотип О том, что танго – это какой-то танец Возможно, с розы в зубах Очень экспрессивный На самом деле танец с танго, на мой взгляд Это больше танец внутри пары Да, танцуем мы его друг для друга А не для того, чтобы показать снаружи кому-то Что вот какой я сегодня выучил новое движение И пойду его всем покажу сейчас на вечеринке Нет, танцуем мы в первую очередь для партнерши Чтобы ей было приятно со мной внутри в объятии Для того, чтобы это объятие было в удовольствие друг другу Наверное, это основная идея, как нужно танцевать А уже это может происходить по-разному Это может быть открытое объятие Это может быть близкое объятие Может быть быстрый танец Может быть помедленней С разными эмоциями Но главное, чтобы друг для друга Мне представлялось, что танго – это танец с подводным течением Что большая часть скрыта внутри И лишь малая часть видна снаружи Именно так оказалось Ну, естественно, откликнулось много других нюансов О которых я не имела представления Но это только лишь добавило интереса С моей стороны к этому танцу Танго для меня сейчас – это очень большая часть жизни И здорово, что можно себя в танго по-разному проявлять Раньше меня знали как танго-фотографа Потом как танго-диджея Я и сейчас диджею И очень много преподаю сейчас в российских городах И вот сейчас есть возможность спеть с оркестром И я очень этому рад И вот развиваюсь в этом направлении Действительно, танго – это не только танец Это еще и завораживающая музыка Свое пронзительное звучание танго во многом получила Благодаря банданиону – музыкальному инструменту Который в конце 19 века был завезен из Германии в Аргентину И вошел в состав танго-оркестров На фестивале танго-фибры Особую энергетику можно было ощутить Услышав выступление московского оркестра «Пассиональ» Этот коллектив считается одним из лучших Не только в России, но и во всем мире Репертуар оркестра «Пассиональ», как и других танго-оркестров Не обходится без творений Астро Пьицолы Сегодня либертанго этого аргентинского композитора Второй половины 20-го столетия у всех на слуху Только за последние 10 лет своей жизни Композитор сочинил более 300 танго Однако на мелонгах под музыку Пьицолы не танцуют Все потому, что сам композитор считал Что танго – это музыка не для танцев, а для прослушивания Музыка удивительная И интересно то, что она не сразу открывается Она открывается слой за слоем, уровень за уровнем постепенно Когда мы начинаем услышать, когда мы начинаем под нее переживать И золотой век танго был в прошлом веке Примерно с 30-го по 50-е годы Золотой век, когда все сошлось воедино Время, место, люди, условия какие-то И произошел бум Бум, в котором все были помешаны на танго Музыку слушали, танго танцевали Снимали в кино, записывали на радио И чтобы представить В 35-м году была записана Кумпарсита Все знают В 35-м году эта пластинка, сингл Разошелся миллионным тиражом в Буэнос-Айресе Представляете, в каждой семье была пластинка И было помешательство И было очень много оркестров Было очень много музыки И вот то, что дошло до нас сейчас Какая-то выжимка музыкальная Те оркестры, которые записывались Которые имели возможность записываться Мы под эту музыку танцуем Мы эту музыку любим И эта музыка является каким-то сердцем танго Каким-то стержнем танго На котором все держится Какая-то традиция Сейчас есть и современный танго Более понятный для слушателей И люди часто приходят, услышав Так называемое танго Нуэва Новое танго, электронное танго Но со временем человек понимает В чем соль Он начинает танцевать танго Под эту музыку Золотого века И он начинает наслаивать На эту музыку свои ощущения Свои переживания И лет через пять Танцуя, путешествуя А это большое сообщество Это большое комьюнити Люди по всему миру танцуют Танцуют на фестивалях Таких как этот Танцуют на марафонах Где люди без остановки Со среды по воскресенье танцуют Люди переживают Люди встречаются Люди влюбляются И у них на эту музыку Наслаиваются ощущения Куда-то внутрь записываются И потом танцуя под эту музыку Слышу эту музыку Она это все поднимает И люди переживают Так, как, например Поколение наших бабушек И мам Переживают под музыку Военных лет Да, эта музыка И у нас вызывает ощущения Да Но она вызывает ощущения Не потому, что мы служили Не потому, что мы воевали А потому, что у нас В нашей культуре В нашей истории В наших праздниках Эта музыка присутствовала И мы много ощущали По эту музыку Вы рассказали О золотом веке танго А можно ли сказать Что сейчас Интерес к этой культуре Возрождается Да, безусловно И это видно По росту танцоров По росту популярности Был период Когда танго Когда на танго Было гонение В Аргентине И вот в конце 80-х годов В 90-е И вот сейчас Танго набирает обороты И аргентинцы Стали много путешествовать Потому, что они хотят Эту культуру распространить Им нравится Что их культура интересуется И этот танец Настолько естественный Настолько понятный И, не знаю Очень близок Мне кажется Нашему народу Нашему менталитету Какая-то глубина в нем есть И мне кажется Из-за этой глубины Из-за этой интересности Танго набирает обороты По всему миру Что не может не радовать И вот Здорово за Твери Сегодня найти танцевальную студию В Твери В которой можно научиться Двигаться под ритмы Аргентинского танго Уже не составляет труда С завидной регулярностью В городе проходят мелонги Под эту музыку Люди влюбляются Расстаются Встречают новых друзей Словом Не просто танцуют А живут Сложно ли партнерам Найти друг друга И как можно достигнуть Взаимопонимания В паре Для меня главное доверие Если я не доверяю человеку Мне будет с ним Некомфортно танцевать Потому что Так как это импровизация Я полностью следую В его ведении И только Немножко добавляю Своего Своих акцентов Ну Танго Во-первых Танго это социальный танец И здесь нет Постоянных пар Так сказать Здесь люди На мелонгах Это вечера Где проводится Танго Где играет танго музыка И люди танцуют Они меняются постоянно Поэтому Танго интересна тем Что ты танцуешь С каждым человеком Каждый человек тебя понимает А настроиться Ну это во-первых Одинаковая техника Как словарный запас Мы с вами говорим На русском Это такой же язык Вот И когда вы становитесь в пару Вот это медленное сближение Это и есть настройка Ты пытаешься почувствовать человека И пару первых шагов Они как правило простые Чтобы понять Что за человек с тобой рядом И как он себя чувствует Какое у него настроение А потом уже Ты предлагаешь ему Свой темп Своё настроение Он соглашается или нет Ну и это уже начинается диалог Очень сложно Нашим российским женщинам И вообще Европейским женщинам Позволить Чтобы нас куда-то кто-то вел В частности мужчина Вот лично для меня было сложно Представить себе Как я должна следовать за кем-то И не знать Что будет происходить В следующей секунду То есть довериться другому человеку На 100% А именно это требует танго Полного доверия И конечно же Это очень сложно Раз Это очень интересно Два И я бы сказала Что здесь нет конца Здесь постоянно идет Какое-то развитие Один внимательно следит за другим Думает о том Чтобы не отвлекаться Никуда Не распыляет свое внимание И только Концентрироваться Можно сказать Только на одном человеке Даже если вокруг Происходит много всего Одновременно Одновременно Вы преподаете Да И не только танцуете Вот что самое главное В этом танце Для новичков Для женщин Это сложно Слушать мужчину Вестись Довериться ему Чтобы он принимал решение Что будет дальше В танце Для мужчин Сложно Понять Что танго Это Не просто танец Танго Это Одно из самых Мужских На мой взгляд Занятий Потому что Нет ничего более Мужского Чем обнимать женщину А объятия в танго Это очень важно Вот эти законы Которые человек Впитывает Вместе с танго Они потом переносятся На жизнь Вне Мелонг На жизнь Вне Танцевальных классов Как вы считаете Ну да Танго меняет людей Оно меняет Он вас раскрывает Вот вас лично Как изменил этот танец Знаете Это сложно сказать Потому что Я раньше увлекался Разными вещами У меня было много Влечений Большой круг общения Сейчас Это в основном танго Вот Но для меня Танго открыло мир Скажем честно Я стал путешествовать Я стал изучать язык Чтобы не только танцевать Но и знакомиться С новыми людьми Потому что Очень часто проводятся Европейские фестивали Вот И внутренние Ну Уверенность появляется Потому что Ты начинаешь Слушать другого человека Ты начинаешь Его слушать Чувствовать И это тебе меняет Танго Танец социальный И Он нацелен на то Чтобы мы могли Все-таки Понимать друг друга Даже не зная языка То есть Мы можем приехать В другую страну Прийти на вечеринку Мужчины Можем пригласить Любую даму И Танцевать При этом Строить совместный танец При этом Не обязательно знать язык Или что-то еще То есть Контакт формируется Без Речевого аппарата Скажем так На уровне тела Есть пары Которые приходят на мелонгу И танцуют только друг с другом Исключительно Есть такие Есть пары Которые Где женщина Держит мужчину И не отпускает Его Смотрит Как бы там Он никуда не посмотрел Но я считаю Что в принципе Это обречено на провал Потому что Либо ты танцуешь танго Либо ты не танцуешь танго Либо ты сидишь дома Или чем-то другим занимаешься Мне кажется Что поскольку Да Нужно уже подписаться На эти условия Что все танцуют со всеми Но опять же Здесь вопрос доверия Вопрос интересов Общих целей Если люди доверяют друг другу И хотят быть вместе Но при этом Спокойно отпускают С того партнера На танцы с другими партнерами Партнершами То все Все будет в порядке Наверное так Настоящая аргентинская танго Это не только движение Не только культура И не только диалог между партнерами Полным танец будет Только если учитывать Все три составляющие На таком принципе Строит свои занятия Вокалист и преподаватель танго Семен Кукармин И вряд ли кто-то Из представителей танго-сообщества С ним не согласится Танго Это танец Который Очень естественным образом Появился И здорово То, что Он глубокий Настолько Насколько Глубокая жизнь То есть в нем действуют Все те же самые процессы Что и в жизни Просто немножко Концентрирован в варианте То есть Все процессы Которые действуют Между людьми в жизни Они действуют и в танго И этим танго Интересно И поэтому Танго никогда Не надоедает Потому что Жизнь же нам не надоедает Скользить по парке Тут так же Как это делают Профессиональные тангеры За один день Я, конечно, не научилась Но законы По которым живет этот мир Определенно Пришлись мне по душе Это тот самый танец Где Девушка может Привить свое Женское начало А мужчина Снимает сильную позицию Как знать Может быть Именно этого И не хватает Современному миру Субтитры создавал DimaTorzok